Ну что, друзья, новая проблема не заставила себя долго ждать. Буквально недавно я говорил, что пятно мокрое, что вот в чем проблема возле, где магистраль проходит, что пахнет бензином. А в итоге оказалось прогнили топливные трубки. Это просто, конечно, жесть. Вот я сейчас покажу. Вот пятно мокрое. Вот я там пытался что-то уже со шланга что-то мудрить резиновый, сделать, чтобы хоть попробовать какое-то время поездить. Так дотронулся и второй потек. Сейчас покажу, что происходит на заведенном. Вот смотрите, что происходит. Вот. Льется. Вот. Офигеть просто у нас. Заглушу, чтобы последний бензин не будет. Купил я вот такую вот медную. Конечно, дорогие трубки. Но там дешевле металлические. Но я все-таки как бы сторонник того, чтобы один раз поставить и забыть. И вот сейчас буду я опять поднимать. Вот из этого, почему этот диагност и сказал, что не накачивает нужный бензин. Там четверть бутылки. Вот из-за этого, что сначала оно текло, а теперь оно рекой льется. Вот так вот, друзья, русский автопром. Как сказал Гарри Форд, хорошая машина, это новая машина. Так, ну что. Поднял я машину на одну сторону. Вот именно там, где идет топливная магистраль. И хочу рассказать вот эти проблемы, которые... Ну, по снятию, которые возникнут. Так, для начала надо открутить ключик на 10. Вот такие вот пластины. Они держат вот эту вот пластиковую защиту. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Вот они. Вот здесь. Вот здесь. До самого конца. Так, теперь снимать я буду по одной, чтобы здесь не перепутать, что куда. Либо надо из малярного скотча сразу метку ставить, какая куда пойдет. Допустим, вот она поперегнивала. Вот, допустим, вот сейчас буду менять сначала вот эту трубку. Она уходит к насосу. После насоса. Вот когда... После насоса. Насос накачивает. И вот она пошла на подачу. Эта трубка. Так. Теперь. Так, теперь. Вот эта трубка. Вторая. Так. Вторая трубка. Она идет на фильтр. Вот она. Вот эта трубка. Идет на фильтр. Не знаю, за что она отвечает. Так, а та... Нет, получается, да. Вот эту я не на подаче снял. Подача же должна проходить через фильтр. Значит, получается, вот подача. Вот она. Вот которая тоже обломалась. Вот она на подачу. Значит, вот та идет на обратку. Ага. Так. Чтобы сюда подлезть. Вот сюда. Вон там тоже идет зажимы. Надо снимать бак. Но я хочу обойтись малой кровью. Вот я его вот так вот зафиксировал. Сейчас я трубки поменяю. И назад его прикручу. Конечно, неудобно сделано. Нафиг эти трубки под баком запускать. Да, и, кстати, тут идет третья трубка. Да-да. Третья трубка. Вот она. Вот эта радость. Эта радость вот проходит вот здесь за колесом. И вот куда-то, я не знаю, куда-то она уходит. Вот эта трубка. Вот. Кстати, вот эти две трубки, вот они откручиваются. Подача-обратка. Вот. Снизу. Вот одна я уже откручиваю. Вот он. Вот. Так, а вот ту трубочку, вот она идет. Она тоже прогнившая. Ну, не все три текут. Вот она идет вот к этому, к этой шалопыге, к этому абсорберу. Вот. Вот. И здесь, вот на такой вот, на хомутик. Вот она прикручена. И тоже надо менять. Она получается вот там. Вот. Он на одну крепится, гаечка, ключик на 10. И вот там. Вот. Вот. Ключик на 10. Желательно лучше сразу их скрянуть, потому что, когда будут стоять здесь трубки, чтобы меньше здесь ломать, выламывать, лучше сразу открутить. Ну, так же, как вот здесь я отвернул, но полностью не откручивал. Так. Теперь по цене. Есть металлические, есть медные. Вот я все-таки купил медные, так как я вот говорил. Стоит что-то в районе полутора тысяч. Я не знаю, может где-то и можно подешевле найти. Но я там ездил в дорогой магазин, потому что он с 8 часов, там, с 8.30. Ну, я не помню, сколько, но он рано открывается. Вот я туда съездил. Что вот во втором магазине, когда я спрашивал, что-то в районе тысячи две трубки. Ну, ладно. Уже переплатил, но я рукой махнул. И теперь надо будет еще точно такую же трубку найти на этот гребаный абсорбер еще поставить. Вот. Если будете менять, лучше менять на медный. Все-таки медь она получше. И теперь вот это место, вот оно, вот это место. Здесь была земля. Оно как бы понятно, почему оно потекло. И вот здесь также вот начинают прогнивать тормозные трубки. Что скоро вот эти вот трубочки тоже надо будет менять. Ну что, я, в принципе, по топливной системе все сделал. Вот я покажу. Проложил. Единственное, вот которое от абсорбера, вот оно, я не стал менять, потому что я только что заводил. Ну, в принципе, пока нету течи. Да и во-вторых, у меня уже денег нету купить медную трубку. Она тоже где-то, ну не меньше, чем 600-700 рублей будет стоить. Вот она. Единственное, что вот потом, не знаю, придется опять вот так вот бак подвешивать или нет. Ну, а так, если будете менять, обязательно купите резиновые колечки. Потому что вот эти колечки, они все убиты. И тяжело гнется. Я обратил внимание, что если согнуть, потом распрямить и начинать опять в этом месте гнуть, она как-то стрёмная. Думаю, хоть бы она не сломалась, тем нет, эта трубка. Ну, а так, я вот повторюсь, заводил. Работает. Вот. Конечно, тяжеловато здесь. Все так неудобно. Ну, сделать реально. Решил восстать пока вот эту вот фигню не поставил. Она получается от чего? Она попадает вот сюда, вот грязь. Вот. Вот здесь вот садится и начинает гнить. Ну, вот скоро предстоит еще тормозные трубки. Тоже они в печальном состоянии. Бак полностью снимать не надо. Достаточно его вот подвесить. Ну, все тогда. Если кому понравилось видео, ставьте лайк. Пока. Ну, пока. Продолжение следует...